Ну, давайте поговорим про Армению. Почему бы не попросить, как Башар Асад, да, там, не написать бумажку, что давай-ка помогай тут вот какие-то злодеи, но в Армении несколько другая ситуация, и Армения все-таки не сирийцы, давайте говорить откровенно, большая часть нации находится за рубежом, имеет очень серьезное представительство везде и имеет возможность, в общем-то, достать этого Сарксяна из-под земли. Поэтому, я думаю, что он на это не пошел, а Путин обломил зубы, то есть он, наверное, ожидал, что тот пойдет у него на поводу, а этого не случилось, представляете? То есть такая вот интересная вещь. Да, мы также думали, что будет такая провокация в виде атаки на Карабах со стороны Азербайджана. Ну, это в случае, если бы с Алиевым договорился Эрдоган, то есть Путин просил бы Эрдоган, потому что напрямую с Алиевым навряд ли он договорился, тем более у них сложные отношения после того, как катапультировали оттуда вот эту российскую РЛС-ку, которая была в Азербайджане. И очень интересно. Ну, что нужно ждать? Вот спрашивают, что нужно ждать? Ну, революции в Азербайджане тоже нужно ждать. Там ситуация такая же абсолютно. То есть у власти находятся люди, которые тоже работают только на себя. Поэтому рано или поздно это случится везде. Информационный мир, в общем-то, заставит всех идти одним и тем же путем. Вот в Ереване сейчас братания там показывают видео, мы сегодня смотрели, там полиция обнимается, все машут, все довольны. Военные сразу же перешли на сторону народа, как только народа стало много. Это то, о чем я вам говорю. Как только много становится людей, военные сразу становятся среди народа. А нафига им какая-то другая страна? Им нужен народ. Вы им покажите массовость. Вы им покажите решительность ваших детям. Вы им покажите то, что вы домой не уйдете. Им-то идти некуда. Поэтому если они видят, что вы домой не уйдете, они вас поддерживают с удовольствием. То есть, как вот мы читали армянские сайты и чаты сегодня, там было написано, в Армении сделали то, что предлагал Мальцев. Ну, действительно, так оно и есть буквально по полкам. Хотя это не только Мальцев предлагал, в общем-то, это элементарная как бы стратегия и тактика революций, современных революций, которые основаны не на силе оружия, а на силе духа и массовости. Вот на чем они основаны. Вот, Мальцев, ваши слова дошли до армянского народа. Да, и вы знаете, сегодня я чувствовал вот с одной стороны радость, конечно, за армян, за всех нас, за то, что случилась очередная революция, но был я несчастлив очень, потому что мне сегодня очень трудно было ощущать себя русским, да? Я сегодня вдруг вспомнил слова Суворова «Мы русские, какой восторг!» Я про себя повторил, мы русские, это ужас какой-то, представляете, вот везде, везде в Румынии нахер власть выгнали, потому что они козлы. Словакия, власть нафиг. Что-то не понравилось, власть тут же ушла. Армения, ну засиделся чувак там, боковать начал, в премьер-министра играть, в диктатора, все, выкинули. Везде такое происходит, кроме России. Почему? Ну неужто мы действительно такие рабы? Ну я вот заглядываю себе в душу, ну не раб я до такой степени, ну что же это такое? Ну почему? Почему за счет того, что остальные вот такие, да, я должен в том числе страдать? Ну что же это такая вот судьба русского народа? Страдание неких личностей, да, таких вот там, Рахметовых, будем условно их называть, за счет того, что весь остальной народ мудаков, а? Ну как, ну почему? Ну готов я вместе со всеми, как Рахметов, да, там мясо жрать, а не апельсины и так далее. Там много чего, там на гвоздях, все что угодно. Ну почему народ-то о себе не заботится? Ну почему народ не возьмет власть в свои руки, как в Армении, как в Словакии, как в Румынии, как во всем мире это делается? Ну что же этот народ-то другой? Почему этот народ думает, что патриотизм, это Вову в жопу, блядь, целовать? А ну объясните мне, в чем патриотизм? Патриотизм это сделать, чтобы страна твоя была человечной, чтобы она была богатой, чтобы народ жил хорошо, образование, медицина. Вот в чем патриотизм, а не в том, что этим блядям давать возможность всех грабить и нагибать. Ну послушайте, граждане, ну вот посмотрите на армянскую революцию, ну мне жутко стыдно, что я русский человек, безумно стыдно. Представляете, впереди колонны у армян священники шли, блядь. Вы представьте, гундяй вот пидоров, впереди колонны протестующих. Ну почему в России по-другому? Почему армянский священник не ездит, блядь, на Мерседесе за миллион долларов, а гундяй не ездит? Кто позволил? Кто им позволил? Русский народ, вы, мы с вами позволили. Гундяеву, Путину, остальной мрази мы позволили так себя вести с нами. Вот сегодня я говорю, у меня целый день, это день каких-то переживаний безумных. То есть я смотрю, я рад, я безусловно рад, я аплодирую в ладоши. И я на армян смотрю уже, как на старших братьев, представляете? Вот для какой народ, для русского народа уже не старший брат, а? Какой? Вот посмотрите, блядь, румыны, старшие братья, блядь, словаки, старшие братья, блядь. Я не говорю уж про евреев, у которых не Таньяху как на работу ходят на допрос. 11 дней нужно было армянскому народу, чтобы снести эту власть. Серьезно взялись, серьезно. То есть до этого какие-то были разборки. И мы ожидали, что будут там какие-то революционные действия. Но народ в то время еще не созрел. Когда созрел народ, когда увидел, что все это край. Сейчас этот сядет премьер-министром и навсегда. И не дал народ ему сесть навсегда. Вот этот пидор седьмого сядет навсегда. Вот этот Вова седьмого сядет навсегда. Ну что мы молчим? Чему пятого-то мы не можем дать пинка, как армяне? Почему священники, я не имею в виду Гундяева, не могут идти впереди? Почему армия не может поддержать? Но это только случится, если людей будет много. Если выйдет полтора миллиона в Москве, все будет. И армия, и полиция, и, блядь, от Гундяева придут. Обращаюсь вот чисто к армянам. Сейчас вас накручивают и говорят о том, что надо защищать эту революцию. Потому что если вот вы ее не защитите, то все ваши заслуги там пойдут прахом. Все это херня полная. Забудьте, это ленинские времена. Поймите, если вдруг что-то не получилось один раз, вы всегда в состоянии сделать второй, третий и восемьдесят восьмой раз революцию. Не надо этого бояться. Это должно как на работу сходить. Власть себя повела по-скотски. Все, нахер. Вот как в Румынии. Привыкните к тому, что вы выгоняете свою власть пинком ноги под жопу. Определите сегодня все для себя. В следующий раз выходим так же. Если кто-то заигрался, сразу его выкинем. И все будет нормально. Самое главное, защита революции, это защита народам своих прав, своих интересов, своих свобод. Народ защищает все, никаких проблем. А все остальное, строить систему защиты революции, не покупайтесь на эту херню. Это может быть строительство диктатуры. Ни в коем случае на это не покупайтесь. Николь Пашиняну, так сказать, респект личный. Молодец. Прям очень, очень хорошо. Армии Армении. Низкий поклон. Внутренним войскам, которые вовремя перешли на сторону народа. Ну и надо сказать, сам премьер-министр-то, видишь, поступил верно. То ли он понял, что следующий этап это игра в Чаушеску и не захотел играть в Чаушеску. То ли он понял, что следующий этап это игра на стороне Вовы Путина абсолютно. То есть уже откровенно и очевидно. И видя там, допустим, Назарбаева того же, который не хочет. При том, что у него нет такой ситуации, но он не хочет на стороне Вовы Путина играть. И он, я так понимаю, соскочил. Так что армяне показали очень хороший пример. Представляете, без расстрелов, кровопролитий, без кровавых воскресений. Классно. Так что посмотрим на территории бывшего СССР, где еще будут происходить такие же мероприятия. Я еще раз повторяю, имею в виду армянскую сторону, что не бойтесь регулярно такие вещи проводить. Не бойтесь, не надо этого бояться. Нужно бояться защищать революцию. Вот этого бойтесь. Вам сейчас будут по ушам ездить, пытаться собрать какие-то спецслужбы. Только они могут защитить революцию. Только народ может. Нахер всех разгоняйте. Будут сейчас запугивать тем, что там азербайджанцы пойдут прям стеной с другой стороны турки. Не бойтесь никого. Напоминаю, еще раз напоминаю. В марте в конце замеряли рейтинг Сарксяна. Он был 76,6 процента. В марте. Сегодня 23 апреля. Меньше месяца прошло. Будем считать, что месяц. Нахер улетел, товарищ. Нахер улетел. В марте, в марте такой же рейтинг у Путина. Но у Путина кенгурация его гребанная седьмого числа. Ну, пятого надо ему устроить. То же самое. Ну, что ж. И никакой рейтинг не должен его защитить. Потому что мы понимаем, что к нему относится народ хуже, чем к Сарксяну. Ну, к Сарксяну армяне лучше относились. Давайте говорить откровенно. Ну, Путин совсем козел. Ну, так получилось. Я писал, армянский народ показал пример истинного патриотизма. Если ты любишь Родину, ты делаешь ее свободной, счастливой, человечной. Ты служишь народу своей страны и всегда действуешь в его интересах. Все остальные патриоты от лукавого. Ватник, запомни, путинский патриотизм – это оксюмарон. Запомни, Ватник. Я понимаю, что ты не знаешь, что такое оксюмарон, потому что ты дурак. Ну, хер с ним. Ну, ты пойми, что Путин и патриотизм – это как гений злодейства. Две вещи несовместные. Только в данном случае Путин – злодейство. Что значит сейчас в России быть патриотом? Это выступать против войны. Это выступать против путинщины. Это выступать против разрыва с Западом. Это выступать против всяких санкций, которые введены сумасшедшим Путиным в отношении всех остальных. Это выступать против договоров с Китаем, которые расхищают Россию. То есть сейчас быть патриотом в России – это четко держать ориентиры, которые связаны с прямо противоположными действиями Путину. То есть в Сирии никакой войны, никакой бомбежки. Мир без всяких, как Ленин говорил, без аннексии и контрибуции. Без всего, без всяких условий. Мир сразу, без условий. Башара Асада нахер, нахер. Сразу же. Никаких с НАТО, никаких препирательств. Прибалтами дружба, никаких вопросов. Белорусское молоко сюда давай. С Украины любим друг друга до гроба. Какие нужно претензии, так сказать, решить в материальном плане, и не только в материальном. Решим, даем слово. Вопросов нет. И территориальные в том числе. И так далее. Вот что значит патриотизм сейчас. Наша задача сейчас просто, чтобы Россия выжила. То, что делает Путин, он делает, чтобы уничтожить Россию. И уничтожить наш народ. Вы что же не видите? Это же совершенно элементарно. Более того, наш народ может явиться детонатором. То есть Путин не только народ России уничтожит. Весь мир может уничтожить, если ему шлея под хвост попадет. Или кто там сидит, я не знаю. Двойник, тройник, удлинитель. У кого есть там кнопка. Или нет ее, потому что чемодана мы не видим. Мы даже не знаем, у кого это гребаные чемоданы, кто может запустить ракеты. Вы понимаете? Это очень серьезный вопрос. Народ, ты должен этот вопрос задать этим пидорам. Где чемодан гребаный? Куда ракеты нацелены? Нам-то это зачем? Вот Соболь, любовь, очень уважаемый мною человек, написал, не разбираясь в том, к себе внутренней политике Армении, но это хорошо и правильно, когда народ добивает своего. Государство для людей, и если люди хотят перемен, значит, так и должно быть. Вот с первой частью любовь Соболь абсолютно согласен, но вторая часть – это глубокая ошибка. Государство не для людей. И всегда все люди, которые представляют народ, должны понимать, что государство всегда против людей. Даже самое любящее всех на свете государство, да, оно является машиной для подавления. Народ, поэтому, должен держать всегда ухо востро. А это как собака должна, это государство сидеть на цепи. И чиновники каждый день должны доказывать, что они невиновны. У них должна быть презумпция виновности, недобросовестность и презумпция. А они каждый день всеми своими действиями должны доказывать, что они на самом деле служат народу, а не своему карману, не Вове Путину и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok